2 января только что проводила видео он уехал на сборы и начинается моя неделя одинокой жизни ну конечно не совсем одинокой со мной будет этот кит а это я вчера решила сделать серию фотографии 1 января получилось довольно забавно вот эта фотка это вообще амбассадоры 1 января на самом деле я настолько не могу свыкнуться с мыслью что вити не будет целую неделю что я сейчас просто хожу по квартире не знаю чем себя занять я просто никогда не оставалась без вити в этой квартире одна на целую неделю а было один раз наверное когда я здесь ночевала 1 когда он просто ушел на тусовку и вернулся на следующий день это был единственный раз он здесь один оставался потому что я могла быть в разъездах немножко и скучаю и тоскливо но с другой стороны меня такое предвкушение рабочих каких-то будней активных хотя кого я обманываю я не думаю что я про всю эту неделю буду работать потому что сейчас уже на часах почти два часа дня а я еще только буду завтракать и включу какую-нибудь безделушку по телевизору буду все равно отдыхать и заниматься ничего не деланием включил таки себе телевизор в зале вот у меня здесь завтрак прошлогодний как и вчера состоит просто из того что наверное не стоит мешать настолько все тяжело меня аж прыщ на обускочил от такого образа жизни самом деле у меня все такое ощущение что я забыла что вообще мы там ели в обычные дни не праздничные я думала что поесть что-нибудь не новогодние что-нибудь из нормального обычного мира в нормальной обычной жизни и ничего не придумала в итоге решила доесть вот эту всю гадость и закажу наверное что-то из вкус вилла какую-нибудь нормальную еду но я не помню что я там ела я кстати только в прошлом или позапрошлом году узнала точнее поняла что это девочка это тейлор момсон которая из группы по моему pretty reckless на снималась в сплетнице сестра дэна хамфри я сегодня еще занялась подносами для яндекс маркета я сейчас до отправляю все что осталось все оставшиеся заказы все оставшиеся позиции которые у меня есть и я решила с этого года перестать заниматься свечами не потому что я как-то выгорела но перегорела меня перестало это как-то заряжает вдохновлять мне это все еще очень нравится я планирую продолжать делать свечи для себя но именно продвигать всю эту тему я больше не буду потому что меня сейчас другой фокус я хочу заниматься блогом я хочу развиваться в этом направлении и я не тот человек который может сделать сразу несколько дел одновременно и чтобы они еще качественно делались поэтому для меня сейчас свечи и вся эта история является раздражающим фактором который отвлекает меня от моих приоритетов скажем так плюс я хотела сделать свечи в свечах такой ребрендинг то есть полностью пересмотреть весь дизайн какой-нибудь брендбук сделать я сейчас понимаю что меня не хватает на это у меня нету на это желание думать общаться с дизайнерами придумывать как я хочу это все видеть мне бы хотелось что-то более премиальное при этом я не понимаю как я хочу это все организовать какую упаковку какие позиции в общем все это просто перестала меня увлекать это все откладывается откладывается и откладывалось я поняла почему это откладывалось именно по той причине что для меня это перестало быть фокусом и очень часто я ловила себя на мысли что мне нужно сделать что-то по свечам не просто что-то дополнительно чтобы как-то продвигать этот свой бренд делать что-то в контексте того что уже есть какие-то заказ там тот же яндекс маркет со всем этим это все меня прям очень сильно отвлекало я просто у меня были мысли о том блин поскорее бы уже закончить меня там ждут другие более важные для меня дела я просто попробовала тоже с этими свечами у меня начало получаться я в принципе поняла что это может работать и над этим надо работать для того чтобы это развивалось и у меня просто как будто бы угас интерес вот такой именно глобальный амбициозный интерес то чтобы это все развивать я этим вопросом тоже задавалась почему я не стала дальше продвигать всю эту историю с оффлайн продажи вместе попробовала по крайней мере с яндекс маркетом с оффлайн какими-то точками и как будто бы мое любопытство насытилась и мне это больше не надо мне это больше не интересно знаю может быть я когда-то к этому вернусь снова может быть никогда не вернусь тот момент когда я буду снова этим вдохновлена и только в этом случае мне не жалко ни времени ни сил ни денег на свое какое-то дело и детище свечами сейчас случилась обратная история поэтому я решила просто раздражающий фактор убрать из своей жизни меня нет такого что я отцепка вцепилась и это моя единственная возможность последний шанс вообще чем-то в жизни заниматься у меня доброе суматошное утро нового дня вчера в час ночи осознала что витя забрал пасту зубную мне нужно срочно ее организовать и еду я вчера вкус виле так и не заказала затянула и уже было поздно и блюдо из-за которого я хотела в вкус виле все заказать она закончилась и она есть уже сегодня наверное закажу отдельно а сейчас хожу за пастой заодно куплю себе какой-то базовой еды конечно лень все равно на самом деле вылезать лучше доставку потому что минус 25 это конечно было мое желание предновогодние чтобы на новый год было холодно и снег и так оно и было и витя теперь смеется ты же хотела мерзнуть вот мерзни но я хотела не мерзнуть я хотела чтобы было холодно и снежно а я дома наблюдал за всем этим из окна беспокоит меня только в одном моменте это то что у меня очень сильно сушит лицо у меня в принципе сухая кожа и вот сейчас когда стала опускаться ниже 10 очень сильно мне начала сушиться кожа у меня шелушатся щеки прыщ вот один и вот здесь небольшой слава богу отделалась двумя маленькими идем магазин холодно настолько что у меня щипет лицо ой кошмар какой и так что себе купила из продуктов как мне показалось первой необходимости зашла в магнит и заказала еще себе доставку вкус вилла а пока у меня здесь яйца сыр какая-то карбонат я вообще такое редко ем но почему-то мне захотелось тыкву я хочу сделать оладья из тыквы я не знаю насколько у меня вообще хватит вдохновения и жду еще кокосовые сливки я хочу тоже приготовить очень люблю черный рис с лаймом с томатами в кокосовых сливках это очень вкусно и мне почему-то приперло еще вчера хотела заказать вот такой пудинг я не знаю почему мне прям дико захотелось и я вот взяла это я просто ухватила потому что ходила уже думаю ну что еще взять авокадо у нас закончилась я кстати удивлена но она прям мягенькая я не знаю вроде не выглядит каким-то испорченным и хлеб взяла сегодня толком не успела побывать одна только переночевала и витя уже едет в гости его сборы подмосковье и он на принципе может отличаться и ездить даже по своим каким-то делам утром например так и случилось утром он сегодня поехал по делам и сейчас заедет к нам с марсиком на улице настолько холодно что я просто своей сухой кожей вышла на 5 минут на 10 и сразу нуждаюсь в увлажняющей масочке марсика я думаю все-таки чуть-чуть тоже приодеть не буду его мучить свитером одену ему эту робу заключенного витя приехал заказала посвели еще яиц что-то я не знаю что заняться не с честно меня даже немножко смутили и вообще делать кто-то моет яйца я знаю что их надо мыть и я их не мою но сальмонелла пока никакую не подцепила вот и завтрак как старые добрые единственное что отличает этот завтрак от привычного это то что у меня черный чай не зеленый значит что мы сейчас включаем какую-нибудь херню по телевизору и откисаем с марсиком я тут кстати я задумалась недавно точнее видео подкинул мне мысль поводу матюков я в жизни ругаюсь матом не то чтобы я прям ругаюсь как сапожник но любитель красного словца насколько я знаю есть вероятность это не точная информация но это очень похоже на правду судя по другим видосом других каких-то блогеров но в основном крупных но не всех тоже опять-таки в общем они запикивают маты и как я понимаю youtube мат с матом видосы не продвигает никак и короче вообще не пошляют эту историю я подумала либо мне перестать вообще ругаться матом сначала это будет не совсем легко потому что я вот просто разговариваю обычной речью и могу вставлять какие-то слова матные но при этом я же например там с бабушками дедушками общаюсь я же фильтрую свою речь с ними матом не ругаюсь я думаю либо его здесь запикивать либо постараться все-таки вообще не ругаться я вообще-то немного ругаюсь матом но мне кажется даже это немного youtube может немножко банить ему это будет не нравится конечно когда я сильно в эмоциональном каком-то состоянии потрясений в обычной жизни я ругаюсь конечно больше матом там я не знаю ударилась мизинцем об тумбочку там конечно вообще слова род с мылом надо мыть в моем окружении матом ругаются все и мне кажется это просто нереально перестать вообще мат использовать потому что это часть моей жизни часть жизни моего окружения я в этом не вижу ничего страшного мне просто не очень нравится когда прям как сапожники ругаются но чисто с эстетической какой-то точки зрения но меня это не сильно как бы коробит тема такая очень неоднозначная что-то нужно с этим делать попробовать по крайней мере именно в youtube потому что мне шорсы например хорошо просмотры набирают горизонтальные видосы не очень хорошо смотрят и у меня есть предположение что youtube просто как-то их не особо продвигает хотя не в каждом видео у меня есть маты в общем я очень сильно начала философствовать на эту тему и в общем решила задуматься по этому поводу я буду смотреть что там я уже забыла что заказывала кроме вот этой штучки вот это очень вкусная азиатская какая-то фигня в панировке супер жирная но безумно вкусная так распаковка чек ну вот эту штучку я покажу потом как-нибудь когда проголодаюсь и буду кушать яйца не пугающей упаковки и кстати кстати вот кстати я вот эти яйца купила во вкус вилле они стоили рублей 150 наверное посмотрите пожалуйста что здесь написано здесь написано сметанина как на тех же яйца которые я купила за 109 рублей и сколько они там стоили то есть я зря боюсь вот этих всех пачек которые аля там моя цена там вот это который ассоциируется вот самым дешевым я чисто такой психологический момент что то что таких они упаковках некрасивых бюджетного сегмента продукты они меня зачастую пугают если только это не прям какая-то красивая упаковка потому что я жертва маркетинга и красивых коробочек упаковочек даже пофиг как называется главное что коробочка красивая и в общем я на это ведусь а тут некрасивая была коробочка с яйцами хотя яйца те же самые что тут что там яйца ценой сметанина в общем вот такая вот история борщ украинский немножко потих лакосовый слив кстати и чипсы это мои вообще самые любимые чипсы кажется я наконец-то проголодалась я скучала по этому чувству погрею эту штучку искусила просто она настолько вкусная что мне хочется всем они рассказать и показать это такая азиатская штука как роллы только в конвертиках и в панировке марс пришел на запах еды это вообще классика в общем это вот такая вот штука я уже пробовала начинку с лососем это помню с креветкой день 3 и он снова начался не без вити так ты мне портишь всю идею влога это видя просто сегодня завтра приезжал в город по делам как раз на районе где мы живем и заезжает ко мне вчера я знала что он приедет и сегодня он сделал сюрприз конечно смотри какой он довольный что ты приехал такой счастливый радостный бегает сумасшедший у меня знаешь какая кличка была в детстве пойду делать завтрак а ты иди за хлебушком ну померяй у тебя на большой палец только налезут захвати мусора я захвачу снова завтрак нормального здорового человека а не новогоднего бездельника это сделал а Витя ругает марса ему похуй он ему прикольно бумажечки это все очень мило но ты безобразно себя и ведешь а что было б если б ты один жил ты бы тут бич уголок нафиг устроил бы даже с собой какашку не украл бы ты на работу когда устроишься а хулиган он марс смотри как тебя пришел провожать сидит смирно я вот просто до невозможности люблю этого котика и я познала мне кажется что такое безусловную любовь потому что он по характеру не совсем такой наверное как я прям мечтала потому что я хотела чтобы кот был прям вообще прям супер ласковый а у этого есть какие-то свои личные границы что-то он жрет марс ты что там жрешь у него есть там свои желания имеет свое место которое он сам себе определил и тусуется где захочет захочет с нами со мной захочет у себя на лежанке захочет здесь на теплом полу вообще то есть он такой себе на уме он все таки несмотря на то что я шучу что у него повадки собаки он все таки кот и мне даже в какой-то степени нравится это его самостоятельность и осознание своих границ он все таки ощущается мной как самостоятельная единица это на самом деле здорово потому что очень интересно наблюдать за тем как мы с ним уживаемся имея каждый свой характер и получается у меня какой-то такой разговорный влог но собственно как еще я сижу дома блин никуда не выхожу а с такой погодой очень сложно себя куда-то вытащить о боже мой смотрите на это у нас здесь была такая фигня у окна и Витя там что-то подложил и заклеил заколхозил короче нифига сись нет прямо через эту штуку сюда пробивается трэш конечно ну так вот собственно к разговорам мы значит в феврале с Витей летим в Дубай на его день рождения я очень хочу его прямо туда отвезти это будет мой подарок ему на день рождения хочу сводить его на Аль-Фахиде показать этот старый город это просто вот люди едут в Дубай чтобы посмотреть на постройки современные на бурж-халифу посмотреть сходить в Дубай мол какой-нибудь я езжу в Дубай для того чтобы ходить по старому городу история не об этом история о том что изначально я должна была полететь в Дубай в декабре без Вити там собиралась компания я даже внесла предоплату но потом там выяснилось очень много разных нюансов которые не были прописаны четко и в целом как бы у меня возникало много вопросов по поводу всего этого тура деньги которые я уже оплатила я запросила возврат и мне вернули причем все в полной мере я даже удивлена позже объясню почему я удивлена вот у меня была вот эта чуйка что не надо туда ехать что-то не так там было много разных нюансов которые я не буду наверное озвучивать но я подумала о том что у меня очень тяжело эти деньги уходят то есть я чувствую вот что вот что-то не так и я скрипя зубами эти деньги отдавала хотя сумма там конечно же была меньше чем я отдала за двоих хотя в итоге если посчитать в сумме то я ненамного переплатила я поэтому подумала что я могу либо сделать сама тур собрать потому что я в целом как бы в Дубае первый раз и путешествовать я тоже много в принципе но относительно много где была я не какой-то там прям заявленный путешественник но побывала много где и самостоятельно эти поездки я тоже организовывала я подумала либо сделаю это сама либо забронирую через моего знакомого турагента через которого я уже летала и в итоге я через нее и сделала чтобы не ломать себе голову не искать ничего с перелетами совсем с завтраками и с ужинами хороший отель в хорошем месте и переплатила я не так уж много в итоге я просыпаюсь в какой-то день я еще туда сильно болела тоже вот момент что если бы я в итоге взяла тот тур в декабре с той компанией не знаю что было потому что мне кажется меня бы просто на скорой потом увозили потому что я очень сильно болела было еще как раз когда я оглохла на свое слышащее ухо единственное и в итоге значит к чему я просыпаюсь я в один прекрасный день смотрю истории и вижу что те кто там был говорят о том что их киданули они просто приехали брони отеля нет яхту они еще бронировали яхту яхту тоже брони нет ничего короче нет эта турагенша их просто кинула это просто ужас я с одной стороны очень рада тому что меня бог отвел или вселенная не знаю с другой стороны я просто представляю себя на месте тех кто был там меня охватывает просто ужас и сопереживание я не хочу даже представлять я просто паникерша я ни разу не стрессоустойчивый человек вообще такая вот история сплетня и мы в итоге вот летим в феврале и очень жду эту поездку очень хочется съездить отдохнуть и в дубай я хотела съездить уже давно я последний раз там была в года два назад наверное хочу когда-нибудь еще побывать в Абудабе почему в этот раз тоже Дубай а не Абудабе куда я хотела съездить потому что я еду с Витей и мне хотелось бы мы едем ненадолго там около недели получается даже может быть поменьше и мне бы хотелось чтобы мы провели эти дни как-то продуктивно и я могла его поводить по местам которые я знаю вот просто мне Дубай привычнее понятнее и поэтому мне хотелось вот именно в компании с Витей повезти его туда и прожить с ним вот этот его первый опыт но при этом чтобы я уже знала что к чему и куда я так кайфую с этой полкой под телевизором в гостиной когда на нее падает свет из окна марс пришел марс так вот а сейчас как раз погодка прям вообще шик блеск как только стало минус двадцать и ниже то появилось солнышко и оно так красиво освещает квартиру кстати елку выносить уже когда Витя вернется ну она переживет здесь Рождество наше и отнесем ее на помойку грустненько немножко но в целом мне кажется я насытилась в принципе праздником насытилась выходными я довольна удовлетворена и в принципе готова уже я дико извиняюсь и в принципе готова уже идти в новый сезон в весну а я сказал ищите все господи боже ты мой что ж тут не порядкова хозяин спрашивает говорит с кого я могла бы продолжать делать эти процедуры дальше ну какая разница вот уже готовились ко сну хотя сейчас у нас 23 16 очень раннее время для меня но я постараюсь лечь пораньше потому что завтра все таки я рискну выйти из дома я хочу сходить на одну выставку и договорились с Катей покушать я сейчас смотрю стилят по телеку и звука нет сейчас объясню почему мне вообще очень тяжело смотреть телевизор из-за слуха но я нашла решение и выглядит это решение вот так я просто подключаю наушники к телевизору прикиньте невероятно счастлива жить в веке технологий и мне это очень помогает жить я все таки не слилась я еду навстречу Кате вот кстати мой ей подарочек вы просто не представляете сколько на мне слоев одежды я вот на самом деле не понимаю на улице не дубео сегодня или я просто действительно настолько тепло оделась что вообще не ощущаю и даже не посмотрел на самом деле сколько сегодня там минус мы встретились с Катей она выглядит вся такая белая как лиса альбинос нам вот сейчас нужно выбрать точно правильный выход потому что на улице очень холодно и ходить бродить вообще не вариант позавтрак, 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 Катя красивое небо красивая Москва я вообще не знаю как это произошло какой-то этот заводной апельсин произошел я просто шла и у меня отпечатались глаза на улице минус 20 почему эти ресницы не замерзли а размазались жесть ооо спасибо большое вы просто спаситель мне принесли влажные салфетки набор нам сейчас очаровательный молодой человек подсела рассказал что тут лучше заказать пока ждем это самый лучший подарок это красивый, да? реально идеальный мэч ну-ка давай я у меня короткие ногти давай все дай дальше я это конечно меня вообще порадовало это канабис и вишня нравится? у тебя кстати такого еще нету это кстати ну теперь эксклюзив потому что я-то свечи больше на продажу не делаю ты больше не продаешь, да? не, ну я там сейчас на яндекс маркете остатки это продаю пока этот видос выйдет мне кажется уже ничего не останется ну это не особо эстетик еще от себя тут марсик вот судозные руки их так Витя называет нас тут как обычно встречают верный друг и товарищ она настолько маленькая что марс уже ее перерос что заклад ищет фрея вот секрет Виктории у нас девичник ты вошла в мою грешную жизнь ну и ты моя хорошая собака нет не надо мне облизывать лицо это можно только марсу делать и то не всегда под настроение я как истинный эстет налила себе колу в бокал приехала уже домой просто пулемчусь посмотреть как там марс потому что он сегодня пропоносился что-то меня это беспокоит марсик мой любимый ты как тут один что? ты куда собрался? что я здесь уже пришла к тебе чтобы ты тут не грустил ты скучал по мне, да? да, я тоже скучала по тебе вот так выглядят мои слои одежды рубашка под лон сливом и у нас дома что-то вообще как-то не тепло сейчас я буду одевать марса но он постоянно снимает одежду либо лапы высовывает и ходит просто на шею у него болтается кофточка либо он сам ему удается как-то ее полностью снять и я просто вот переживаю что возможно он поносится из-за того что он заболел его может быть продуло он вроде не чихает там не кашляет соплей нет ничего тихо чуть не завалился вот а что делать как бы я не знаю его одеваю он раздевается дома прохладно и что делать? я подозреваю что причиной холода является вот эта ситуация с окном которую Витя пытался заколхозить но не помогло это конечно трэш марса приодела пока ехала от Кати я у нее напилась чая поняла что я проголодалась приготовила себе и рис в кокосовом соусе с томатами и с имбирем это очень вкусно я просто обожаю это блюдо и курица мы переместились в спальню преддневник Бриджит Джонс или как он там называется не знаю смотрела ли я его когда-нибудь для меня сейчас когда нету Вити я стараюсь себе устраивать уютные какие-то вечера именно вечером острее ощущается его отсутствие становится как-то грустно тоскливо что что такое ты мой сладкий но на самом деле вот то что у меня не было сегодня целый день он такой ласковый нежный котик так вот стараюсь устраивать себе уютные вечера я зажигаю елочку включаю на подоконниках веточки включаю гирлянды свечечку сейчас зажгу свечечку и включаю какой-нибудь фильм какой-нибудь такой добрый или ностальгический или какое-нибудь старое кино это как-то мне дает вот эту атмосферу уюта и тепла домашнего словами просто не передать как я счастлива что у меня есть этот кот дома реально с котом дома стало круче стало уютнее стало теплее у нас в целом и было дома довольно неплохо была неплохая атмосферка особенно когда мы с Витей не ругаемся все вообще шикарно и вот это ощущение домашнего очага и уюта она всегда присутствовала но вот реально с появлением кота это уходит выходит на какой-то новый уровень вот это ощущение ой я его смотрела я узнаю кадр я узнаю кадр ну и я вам У меня сегодня все-таки получился такой полудомашний день. Не особо хотелось куда-то прямо ползать далеко от дома, поэтому я дошла только до солярия, порисовала мелками. Я первый раз пробовала мелки, у меня получилась вот такая вот картина. Это очень необычная для меня картина, потому что, когда я рисую, у меня обычно никаких острых углов, никаких границ, никаких линий. Поэтому меня это удивляет, что сегодня как раз-таки у меня получилось нарисовать фигуры с линиями, очертаниями какими-то более-менее четкими. Когда я рисую то, как я рисую обычно, я пыталась уже нарисовать какую-нибудь геометрию. У меня постоянно внутри что-то включало сопротивление. Я просто это все размазывала и зарисовывала чем-то более абстрактным. Я не знаю пока, что это значит именно в контексте моей жизни, в контексте какой-то рефлексии. И мне бы хотелось на самом деле поработать с каким-нибудь арт-терапевтом. Именно прям арт-терапевтом, не просто человеком, который по рисункам скажет, к какому типу личности ты относишься, какой у тебя характер. Именно что-то в контексте персонализировано моей личной истории жизни мне было бы интересно. Как-то я вообще вдохновлена всей этой историей. И рисование закрепилось прям сильно уже практически год. Что-то рисую, что-то малюю. Мне нравится. И это реально дает мне какой-то ресурс. Еще я сегодня, когда шла в солярий, слушала музыку и задумалась над тем, что у меня в плейлисте такой странный контраст. В том плане, что я люблю довольно рефлексирующих исполнителей, но при этом я обожаю OG Budo и типа несколько каких-то таких похожих исполнителей. Ассоциирую ли я себя с этими сучками, про которых он там поет? Ну, может быть, в глубине души есть какая-то частичка меня, которая себя ассоциирует. Но на самом деле именно так, образно, я вообще не подхожу под это описание. Доброе утро. У меня сегодня последний день без Вити. Он завтра уже возвращается. Будем его ждать, встречать с Марсом. Уже очень соскучились. С Марсом соскучился? Дома у нас по-прежнему холодно. Я хожу в толстовке, я буквально сплю в толстовке. Мне холодно. И я удивляюсь на самом деле, почему Марс не мерзнет. Может быть, он, конечно, и мерзнет, но это не выглядит так. Это выглядит так, как будто бы ему комфортно, потому что он не пытается куда-то спрятаться, он не пытается найти теплое место, он не прячется под одеяло. Он даже на своем вот этом месте нагретом, где трубы проходят, это вот этот вот теплый пол. Он даже там не всегда тусуется. То есть он тусуется то там, то ляжет на свою лежанку, то просто тут ходит, чилит, развлекается. И я, например, когда лежу, сплю, и иногда, когда у него нет настроения, со мной нежиться, валяться. Из-за мысли, что ему холодно, я его беру и под одеяло. Или там как-то обнимаю, или под кофту, чтобы его согреть. Ну ему это нахрен, не надо. Ему, походу, не холодно. Он просто вылезает нам и идет дальше по своим делам. Вот у меня вопрос, почему я мерзну в одежде, в толстовке, в теплых лосинах, в теплых носках, а он, даже когда я ему не одеваю какие-то кофты и свитера, он как будто бы чувствует себя комфортно. Возможно, все-таки то, что сфинксы мерзнут, это какой-то стереотип. У них же в любом случае температура тела выше, чем даже обычных котов. И может быть в этом-то и смысл, почему она выше, эта температура. Чтобы они сами согревались. Если обычных котов там греет шерсть и охлаждает, то у них работает именно температура собственная. Я, конечно, не знаю, я там ни биолог, ни зоолог, ни ветеринар, но есть у меня такие предположения, потому что то, что он не мерзнет, меня это удивляет. Я не знаю, сколько у нас, кстати, градусов внутри, потому что у нас термометр сломался. Собиралась сегодня идти на выставку. Так вот, я не знаю, что за дела, но я затупила, и эта выставка вообще в Питере. Я подумала, может быть, организовать себе какое-то новое развлечение, какую-нибудь другую выставку. То я подумала, блин, нахрен. Я сижу дома, мне холодно, а сейчас на улицу выходить... Может быть, я сейчас выйду за кофе? Не знаю, в общем, хочу ли я выходить или не хочу. Как будто бы не особо, честно говоря. На самом деле на улице очень круто. Без***ь, как холодно. Но очень круто, потому что прям такой морозец. Ни сыра, ничего. Ну, прям минус 20, понятное дело. Ой! Надеюсь, никто этого не видел. Это солнышко так манит, на самом деле, меня выйти на улицу, доехать до другой выставки. Кстати, я вспомнила, что есть ещё выставка на Новой Третьяковке, на которую я хотела сходить. Экспрессионизм мне прям очень нравится тоже. И, в целом, мне кажется, я скорее рисую в этом стиле, если уж меня приписывать к художникам. Спасибо большое. До свидания. У меня какой-то снова новогодний вайб проснулся, обострённый. Самый обычный завтрак мой. И я включила рождественскую историю. Кстати, сегодня же Рождество. Ооо, я не верующая, но с Рождеством. Я всё-таки собралась, выпила кофе, позавтракала, набралась энергии и еду на выставку. Такой у меня образ. Это, кстати, лонгсливы с ВБ, про которые я в видео, которое будет или было, брала покупки, рассказывала, где его купила, оставляю там артикулы. Так что, если что, переходите, смотрите. Это два разных лонгслива. Просто такой многослойный образ получился. Мне прям капец как нравится. Очень такой элегантный, но при этом с какой-то акцентной сумкой. Круто, короче, мне нравится. Бегу в такси. Оно у меня уже, меня уже там, кстати, ждёт. Скоро начнётся платное ожидание. А мы денежки любим, поэтому не хотим переплачивать. Зимней курткой, конечно, смотрится, как немножко монашка. У меня как-то особо никаких шуб, ничего такого нет. А сейчас холодно, поэтому я, пожалуй, в длинные куртки пойду. А плюшевая, мне кажется, в целом бы сюда не подошла. Ну и я не уверена, что в минус 20 у неё всё ещё будет окей. Я, на самом деле, пока искала этот зал, немножко потерялась. И дошла на какие-то другие выставки. Я не знаю, были ли они бесплатные, но я пришла туда бесплатно. И мне понравились некоторые залы, и я даже хотела пройтись там. И сейчас я пришла сюда, на Казарино, куда я собиралась прийти. И, честно говоря, я бы очень пожелала, мне кажется, если бы я всё свою энергию потратила на те залы, потому что здесь просто невероятно. Он в основном рисует маслом. И я сейчас поняла, что мне точно нужны масляные краски, потому что мне очень нравится, как это выглядит. Я раньше как-то не особо понимала всю эту историю с дорогостоящим искусством, с аукционами и прочим, где покупают за миллионы долларов что-то. А сейчас я хожу и понимаю, что какие-то предметы искусства, не только сейчас, вообще начала я недавно об этом задумываться, что будь у меня такие средства, я потратила эти деньги на предметы искусства. При этом я не тот человек, который в этом хорошо разбирается. Всё-таки, наверное, экспрессионизм мне ближе, потому что у меня от него как-то больше отклика, больше каких-то эмоций, они ярче. И мне вообще кажется, что даже будучи дилетантом, это всё равно не отменяет того, что ходить, просвещаться, визуально насвещаться, это очень классное времяпровождение. Поэтому я считаю, что не обязательно в этом избираться, не обязательно быть каким-то особенным от мира сего, чтобы приходить просто смотреть и рефлексировать. Даже не рефлексировать, можно просто приходить, смотреть. Это интересно просто для какого-то общего развития кругозора. Я тут ухожу уже не знаю по какому кругу, наверное, круг пятый. И я вот смотрела вблизи, я не всё просто читаю, что подписано. Сейчас, когда я начинаю вот так вот ходить кругами и смотреть издалека, картины, возле которых я стояла на прошлом круге прямо впритык, издалека они выглядят вообще иначе. И вообще интересный такой момент, что я даже не замечала, когда стояла прямо вблизи, что у меня плохое зрение, плюс мне интересна именно техника, как он это всё делает. И когда я ухожу далеко, я вижу прям какие-то образы, определённые фигуры. И это прям интересный такой момент. Немножко философская даже такая мысля сейчас пришла, получается. Вот так, если посмотреть, как будто бы это не просто экспрессионизм. Тут абстракция замешана, потому что вот эту картину я вдалеке не видела, что здесь какой-то образ какого-то существа, возможно, человек, я не знаю, но называется она, по-моему, мыслитель. И это как-то абстрактно нарисован кто-то. И также здесь тоже абстрактно нарисовано, как будто бы обезьяна, я не знаю, что это. Я прям в таком восторге, честно говоря, мне вообще нравится живопись такая, очень абстрактная, экспрессионизм мне поэтому очень нравится. И единственный, наверное, художник, который более-менее как-то образно рисует, понятно, это Фрида Кала. Но она мне просто нравится как женщина, я знаю ее историю. Как она рисует, мне тоже очень нравится стиль ее живописи. А так, в целом, все, на что я смотрю, мне больше как-то ближе вот такая история больше. Экспрессионизм, абстракция и какие-то наверняка еще направления, которых я не знаю. Я тут проходила мимо и увидела магазин Эспрессионизм. Это санкт-петербургский бренд свечей, а я за ними наблюдаю в инстаграме и решила взять себе что-то на пробу. После духовной пищи у меня тут пища для желудка. Я здесь приготовила все-таки оладья из тыквы. Здесь греческий йогурт и чуть-чуть майонеза. Я обожаю просто майонез и я его чуть ли не с шоколадом ем. Морс! Сегодня последний день моей одинокой жизни. Я жду Витю к вечеру. И этот день тоже начался у меня с маски. Учитывая то, что я вчера выходила на улицу в минус 20, это, я думаю, разумное решение. И сегодня я снова завтракаю перед телевизором. И завтрак у меня вообще необычный, потому что я обычно предпочитаю есть что-то соленое на завтрак. Там яйца, какие-то тосты с авокадо, конечно, в идеале. Но сегодня мне захотелось сладкого. Поэтому сегодня у меня на завтрак вот такой тост с арахисовой пастой, медом, бананом и вот этот пудинг, который надо бы съесть, потому что я его купила. Два, один съела, а второй, я уже не знаю, несколько дней лежит. Хотя он не выглядит как какой-то натуральный пудинг, который скоро испортится. Он до февраля. Ну ладно. Сем сегодня. И какао сделала себе на кокосовых сливках с корицей. В общем, у меня есть смесь для тыквенного пирога. И я эту смесь люблю добавлять в какао. Вкусно получается довольно-таки. Ааа, Витя приехал. Марс как чувствовал. Он сегодня особенно сумасшедший какой-то на радостях. Ну, Витя, он уже плачет. Пусти его. Витя привез яблоки, говорит, ну сделай шарлотку. Тут как бы яблок на шарлотку для целой роты солдат, мне кажется. Витя по пути на эти сборы свои проезжал один интересный дом. Вот так вот он выглядит. И мы сейчас загуглили. И это, короче, идея какого-то чиновника. Он попросил архитектора делать дом какой-нибудь зоологическую тематику. Например, в виде осетра или слона. Но там в итоге этот дом не закончили. То есть внутри там отделочных работ никаких нет. Но вот мне интересно, все равно там же какой-то план на планировку был. Наверняка там какая-то планировка есть. Короче, выглядит он вообще люто. Вот он выглядит как, ну, можно сказать, что-то бескусица. Но честно, если бы он сдавался хотя бы там посуточно, я бы туда поехала. Мне вот прям нифига себе. Посмотрите, я сначала подумала, что здесь окна такие, как будто бы какой-то, я не знаю, церковь или храм. Я изначально вообще подумала, что может какая-нибудь индийская, да, или буддийская какая-нибудь тема. Но я подумала, что это вообще crazy какая-то мысль. В общем, не достроили. Сейчас его продают за 42,7 миллионов. Если бы я была миллиардерша, я бы купила себе такой кринж-дом. Хотя бы просто по приколу, чтобы был.